День Победы в Российской Федерации это главнейшая скрепа сегодняшнего режима, основа основ сакрального государственного мифа. Это единственно верная идеология на службе Кремля, позволяющая уйти от трудного разговора с собственным народом о его настоящем и будущем. Не случайно с 1995 года парады ко Дню Победы стали в современной России ежегодными, в то время как в послевоенный советский период, не испытывающий недостатка в идеологии, парады проводились всего лишь трижды – в 65, 85 и 90. 9 мая 2020 года ожидался очередной 26-й ежегодный парад в новейшей истории России. К 75-летию Победы парад на Красной площади должен был стать еще более помпезным и масштабным, чем во все предыдущие годы. Это и неудивительно, ведь Кремль окончательно и бесповоротно подсадил российский народ на победобесие. В Российской Федерации существует негласный договор между властью и населением. Власть хоть и лезет обеими руками в карманы граждан, но в то же время не жалеет денег на сакральные зрелища. А народ, догадываясь, что его грабят уже по нацитому кругу, закрывает глаза на ужасающую реальность и упивается сладкой религией победобесия и мифического величия России. И вот сейчас вся эта конструкция рушится. Путин отменяет торжественный парад 9 мая в честь 75-летия Победы. Этот финальный аккорд в уникальнейшем стечении разрушительных обстоятельств 2020 года оставляет режиму Путина считанные дни, может быть недели, ну максимум месяцы. Смотрите сами. Вначале горстка арабов на верблюдах так наклоняет Путина, что он не в силах выпрямиться и, похоже, останется в этой позе до своего полного обнуления. Саудовская Аравия намерена полностью убрать Россию с нефтяного рынка, и это у нее прекрасно получается. А это значит, что Российская Федерация сразу же беднеет минимум в половину, учитывая 50-процентную долю нефти в доходах бюджета. И это при том, что продолжают действовать экономические санкции, от которых Россия терпит существенные убытки. Все это накладывается на общий финансовый кризис, к которому добавляется неожиданное форс-мажорное влияние на экономику и социальную жизнь всемирного локдауна. Путин перекладывает всю ответственность за чрезвычайное положение на российские регионы, показывая слабость государственных институтов, и вынужденно отменяет сакральный для россиян парад 9 мая. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Что еще нужно сюда добавить, чтобы окончательно вбить в режим Путина осиновый кол? Всего лишь чуть-чуть времени, чтобы до граждан дошло, что Путин не всесилен, победобесие пшик, а Россия отнюдь не великая держава. Конечно, проще жить, обманывая себя. Но уже ведь дальше некуда. Государство российское остается незыблемым до тех пор, пока у населения есть вера, царь и отечество. Сегодня же на деле выходит, что царь оказывается слабаком, сломавшимся перед лицом обстоятельств. Российский народ, подчиняющийся только сильной руке, не может не заметить слабость своего президента. В этой связи кто-то в России недавно вспомнил о параде 7 ноября 1941 года, когда немцы стояли в нескольких десятках километров от Москвы, а парадные колонны сразу же уходили на фронт. Тоже ведь можно было отменить, правда? Но Сталин дал приказ. Россиянам есть с кем сравнивать. Путин, конечно же, прав, перенеся празднование, однако это решение явно не в его пользу. Вера во всесильного Путина испаряется. Сакральность победобесия, основы российской идеологии, ставятся под сомнение, если его, оказывается, можно просто так взять и отменить, перенеся на другой день. Это как отменить и перенести Рождество или Пасху. Нонсенс, не правда ли? Кстати, и с Пасхой в этом году тоже как-то не сложилось. Это еще один мощный удар по скрепам. С отечеством все тоже не очень гладко. Запас прочности отечества российского оказывается не такой уж и большой, раз все может посыпаться за очень короткое время от случайных обстоятельств или личных просчетов Путина, как в ситуации с саудитами. Власть при этом пытается сохранять хорошую мину при плохой игре, живя в собственной виртуальной реальности. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Спасибо. Давайте защитим Путина. Без Путина не будет России. Это смешно, право слова, ведь на деле Путина уже почти нет, а Россия все еще есть. Путин абсолютно беспомощен перед сегодняшними вызовами. А вся путинская Россия оказывается колоссом на глиняных ногах, готовым рухнуть в любую секунду. Происходит десакрализация власти. Скрепы рушатся. Идеология не работает. Государство не справляется со своей основной функцией – защиты граждан. В данной ситуации становится понятно, что терять населению уже почти абсолютно нечего. И в таких исторических обстоятельствах изменения могут произойти стремительно. А это значит, что режим Путина, вероятно, доживает свои последние дни. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. Всем добра и здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok